111 тысяч учеников сегодня сели за парты. Из них для 13 тысяч детей школьный звонок прозвучал впервые. – Ты с учетом уже познакомилась? – Нет, но уже знаю, с кем я могу познакомиться. – А это как? – Ну, я уже узнала, с кем я хочу познакомиться, он мне понравился, и я захотела с ним. Кроме харьковчан, за парты сели и дети, приехавшие из зоны АТО. Всего чуть более двух тысяч детей. В основном это жители Луганской области и города Славянска. – Дети приняты, они попали в коллективы, окружены теплом и заботой, и нет ни проблем ни в учебниках, ни в посадочных местах. И дети, которые пережили боль, потери, в общем-то ужасы войны, казалось бы, в сегодняшнее мирное время. Наша задача всего коллектива школы, включая психолог, классные руководители и самих детей, обеспечить им мирное, беззаботное обучение и качественное образование. Дети пришли и из русских школ, как из русских, так и из украинских, но проблем в языковом барьере не будет совершенно, то есть мы позаботимся об этом. Среди приезжих новичков – Кристина. Девушка рассказывает, уезжала ее, семья из дома не в спешке. Однако некоторые вещи все же пришлось досылать знакомым. Я 11 класс, мне нельзя пропускать просто так время, потому что мне еще сдавать ЗНО, поэтому мы приехали сюда, в Харьков. Ходили по многим школам, везде без проблем нас принимали, поскольку мы уезжали с города, у нас как бы в городе еще было все спокойно, и мы просто уехали с города. Я не брала со школы ни документы, то есть меня приняли без документов, без ничего. После торжественной линейки все школьники отправились на первый урок. Наша первая тема уроку – «Украина единая». Сегодня тема актуальна в нашей стране, потому что вы видите, какая ситуация в нашей стране. И для того, чтобы мы были единственными с вами, тема сегодня нашего уроку такая – мы патриотами нашей страны. Традиционно первый семестр учебного года продлится с 1 сентября по 26 декабря, второй – с 12 января по 29 или 30 мая. Однако многие из новичков надеются закончить этот год в своей родной школе.